Готовы, да и мы тоже готовы. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. Сегодня Лейпцев встречается с Дортмундской Боруссией. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Да, этот тренер явно не сторонних новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2. И вот состав Дортмунд. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. Удар. Рядом со штамбой мяч проходит. Неплохой получился удар. Чуть поточнее и точно был бы гол. Марио Гетц. Этот футболист умеет слишком многое, чтобы ему можно было противостоять по какой-то шаблонной схеме. Опекунам Гетца приходится очень непросто, ведь немец изобретательнее любого рядового защитника. Пишчик. Это может быть опасная атака. Рафаэл Герейру. И есть поддержка у этой атаки. Миша Батшуаи. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Прошу укрыть мяч. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Друма. Это пенальти! Это пенальти абсолютно справедливый. А вот карточку судья почему-то не дает. Да, надо, конечно, требовать желтую карточку, и обязан капитан команды будет вмешаться. И самый верный шанс упущен, самый верный шанс из всех возможных шансов. Пенальти успеха не принес. Лукаш Пищик. Марио Гетца. Примассированной обороне всегда легче и правильнее атаковать фланг. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Кевин Камп. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И пробил. Мимо! Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точно удар. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Миши Бачуай. Здесь он попадает под прессинг. Кевин Камп. Мяч перешел к другой команде. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Пол команды обыграл. Ничего себе! И навес чуть назад. Братарь спасает, но эпизод еще не окончен. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Кевин Камп. Бройс. Посмотрим за этой атакой. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. Мяч будет введен из аута. Как сейчас грамотно поступил арбитр. Отложенный штраф. Все по делу, все черт. Да, другой бы уже на этом месте свистнул. А вот этот, например, дал доиграть. Эпизод, вот что любопытно, вспомнил бы он нарушение, если бы... Какая реакция! Какой прыжок! Класс! Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Это может быть опасно. Бьется. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Есть у Лейпцига на фланге свободное место. И туда идет атака. Уходят команды. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали! Пишчик. Хорошо увидел партнера впереди. Аут. Лукаш Пищик. Марко Ройс. Брума. Пока неплохо. Штрафной подачи есть там кому сыграть. Пульса. Спаса. Забивают они. И теперь, конечно, преимущество на их стороне. Без единого шанса для вратаря великолепный удар головой. Очень здорово исполнил. Прицельно, мощно, результативно. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Потеря. Все. В оборону. Кевин Камп. Это может быть опасно. МРТО ПРАК. Марио Гетце. Верхом пас на Ройса. Он может использовать этот шанс. Не попадает игрок в ворота. И его команда по-прежнему отстает в счете. МРТО ПРАК. Кевин Камп. Нет, не дошел этот пас до адреса. Лукаш Пищик. Марио Гетце. Ну, теперь все зависит от того, как он подаст этот мяч. От греха подальше. Меняют этого парня, ведь у него уже есть желтая карточка. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Эмиль Форсберг. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть показывает орбиту. Отличный отбор, но мяч-то кому-то останется. Тут может быть опасно. Какой удар ужасный с такого-то расстояния. Тут, конечно, обязательно надо было забивать. Вообще он бил на исполнение, но удар-то у него какой-то корявый получился. Эмиль Форсберг. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ройс. Защитникам соперника нужно включаться в игру с первых минут. Марко Ройс, король ранних голов. А я отмечу феноменальную эффективность Ройса. Почти каждый момент Ройс обращает в гол. Вот это удар! 81-я минута. Лукаш в пище. Может получиться интересная атака. Так, только не останавливайся, дальше двигай. Ну и вносить мяч надо. Появляются свободные зоны. Самое время контр-атаковать. Трибуны вовсю гонят хозяев полка. Очень здорово он открылся и получает эту передачу. И он забивает. Команда полностью управляет игрой и забивает.